С Дмитрия Ферташев взяли на Кипре. С Дмитрия Ферташев взяли на Кипре активы украинского бизнесмена арестовали для обеспечения поиску ВТБ газета «Коммерсант номер 6» от 16 января 2019 года, СТР. 4. Как стало известно, твердый знак, суд Кипра наложил арест на вседвижимое и недвижимое имущество украинского миллиардера Дмитрия Ферташа почти на 46 миллионов долларов. При этом обеспечительные меры коснулись и головной компании олигарха, которая фактически управляет всем бизнесом господина Ферташа. Поводом стал иск российского банка ВТБ, которому задолжали две структуры бизнесмена Чао Украиниан Кемикал Продактс и ООО «Тетановые инвестиции», являющиеся собственниками ряда заводов в Крыму. Общая сумма задолженности составляет более 2,5 миллиарда рублей. По данным информированных источников «Твердый знак», иск в окружной суд кипрского города Алимасол был подан еще 20 декабря прошлого года юристами банка ВТБ и через неделю по нему были приняты обеспечительные меры. Сам иск по существу начнут рассматривать в конце января. Одним из ответчиков по нему является 53-летний украинский бизнесмен Дмитрий Ферташ, входящий в список самых богатых людей Украины с более чем миллиардным состоянием. По словам источников издания, господин Ферташ бенефициар частного акционерного общества Чао, украинская форма организации предприятия «Юкраиниан Кемикал Продактс» и зарегистрированного в России ООО «Тетановые инвестиции». Эти компании являются владельцами ряда крупных химических предприятий в Крыму, занимающихся производством диоксида титана, имеющего самое различное применение в разных областях промышленности от изготовления бумаги и огнеупорного стекла вплоть до бетона и резины. При этом предприятия по своим мощностям являются одними из главных производителей столь востребованной продукции на территории всей Восточной Европы. Надо отметить, что, по словам собеседников твердый знак, иск к господину Ферташу, а также ряду связанных с ним лиц и компания взыскания убытков, вызванных мошенническими действиями ответчиков, подразумевал арест движимого и недвижимого имущества на 45,7 миллиона долларов из ЦИИ. В частности, просили наложить обеспечительные меры на имущество миллиардера и компаний. По данным источников твердый знак, первой из них является фактически головной компанией Дмитрия Ферташа, которая управляет всеми его активами как на Украине, так и в других странах. Как утверждают источники твердый знак, сам иск ВТБ связан с кредитом, который еще в конце апреля 2015 года взяли в банки Ukrainian Chemical Products и титановые инвестиции. Уже в феврале следующего года заемщики забыли о своих обязательствах, перестав проводить выплаты. ВТБ обратился в арбитражный суд Москвы с заявлениями о взыскании сформировавшейся задолженности. По решению суда, Ukrainian Chemical Products обязали выплатить банку 39,4 миллиона долларов. Кроме того, по иску того же ВТБ банкротом в марте этого года была признана российская ООО «Титановые инвестиции». В отношении него введена процедура наблюдения, а в реестре требований кредиторов долг компании перед ВТБ составляет, Согласно данным твердый знак, более 2,5 миллиарда рублей. Между тем, по предварительной информации, фактический банкрот титановые инвестиции успешно осуществляет возврат миллионных займов компаниям, которые имеют отношение к структурам господина Ферташа. По словам источников твердый знак, возврат и выдача внутригрупповых займов компаний, которые имеют существенную внешнюю задолженность, не могут свидетельствовать о добросовестности должника. Они убеждены, что украинский бизнесмен организовал мошенническую схему по выводу из компаний должников российских банков, включая ВТБ, денежных средств через подконтрольные ему кипрские офшоры. Кто и за что на Украине попал под российские санкции в пресс-службе ВТБ информация об аресте активов Дмитрия Ферташа твердый знак подтвердили, однако отказались от подробных комментариев. Мы приветствуем решение окружного суда города Лимасола об аресте имущества Дмитрия Ферташа и связанных с ним компаний, заявили в банке. По словам его представителей, основная цель при работе с проблемной задолженностью возврат кредитных средств банка. Также там заявили, что ВТБ будет продолжать добиваться полного возврата денежных средств всеми доступными способами в рамках законодательства. В. Групп Диэф На запрос твердый знак о сложившейся ситуации не ответили. Надо отметить, что бизнес-активы Дмитрия Ферташа в основном сосредоточены на Украине, это в том числе ключевые мощности страны по производству азотных удобрений, которые объединены в подконтрольный. Групп Диэф До 2014 года эти заводы почти полностью покрывали потребности украинского рынка, но после начала боевых действий в Донбассе два завода были остановлены по соображениям безопасности, а у двух других систематически возникают проблемы с обеспечением газом. При этом в Групп Диэф входят также газовый бизнес, агропромышленные активы, медийный бизнес и недвижимость, а сам господин Ферташ получил широкую известность в 2000-х годах, когда через его СП с Газпромом «Росукроэнерго» Киев закупал российский газ. Но после возвращения Крыма в состав РФ за границей оказались два химических завода господина Ферташа «Крымский титан» в Армянске и «Крымская сода». Компании-должники ВТБ связаны именно с этими активами. Украинская ЧАУ «Украинянка» Микал Продактс – юридическое лицо «Крымского титана», который был единственным производителем диоксида титана в России и ранее на Украине, мощностью около 100 тысяч тонн. До 2014 года ЧАУ носила название «Крымский титан», затем было перерегистрировано из Армянска в Киев и переименовано. На конец 2016 года акционером компании являлась немецкая «Остчим Джермани Джи Эмблейч». При этом в октябре 2014 года имущество «Крымского титана» было передано в долгосрочную аренду уже российскому ООО «Титановые инвестиции». Сейчас предприятие называется «Армянский филиал ООО». По данным Югрюл, «Титановые инвестиции» принадлежат кипрской Учредитель Но источники «Твердый знак» в отрасли считают, что в конце прошлого года управление предприятием и «Крымской содой» де-факто перешло к лицам, близким к крупнейшему в России производителю соды «Баш-соде». Однако в компании это не подтверждали. Сергей Сергеев, Николай Сергеев, Ольга Мардюшенко Субтитры создавал DimaTorzok